Телеканал «Дождь» и «Москвау Таймс» представляет Кто я такая, чтобы читать вам проповеди? Вот мой прадед, отец Иоанн Соколов, сельский батюшка из Владимирской губернии, он бы прочел. У прадедушки был тяжелый характер. Говорят, он был страшно упрям и излишне нетерпим к прихожанам, что не гожит доброму пастырю. Говорят, грозил земле и небеса деревянной палкой, с которой ходил в старости из-за болезни ноги. С желто-черного до геротипа, чудом сохранившегося в архиве семьи, смотрит прямой строгий старик с бородой и Георгием нарясь. В ночь, перед утром, когда за ним пришли, отец Иоанн в последний раз явил свое каменное упрямство. Человеку, который предупредил его о готовящемся аресте и уговаривал бежать, он ответил, что никуда не пойдет, слишком стар, чтобы бегать. Не помогли ни уговоры, ни мольбы жены, матери его 11 детей. За сутки, перед утром, когда за ним пришли, отец Иоанн по холодку вышел из дома, взял топорик и пересек площадь. Так называли большой зеленый луг перед церковными воротами. Ворота были заколочены. Шел 1937 год, и гонения на попов-вредителей были в самом разгаре. Отец Иоанн топориком отжал доски и отпер замок. Потом пришли старухи и вымыли в храме пол. И хотя церковный колокол был давно отправлен на переплавку, прихожане явились точно к началу службы. Те, кто не побоялись строжайшего запрета НКВД. Прихожан оказалось неожиданно много. Лето 1937 года выдалось жарким и засушливым. И крестьяне сами пришли к батюшке с просьбой открыть заколоченную церковь и отслужить молебен о дожде. Отец Иоанн им не отказал, хотя прекрасно понимал, что его ожидает. Следующим утром моего прадеда арестовали. Приговор был 10 лет без права переписки. Спустя несколько месяцев отец Иоанн Соколов был расстрелян под Москвой на Бутовском полигоне. Каждую весну, в начале марта, мы приезжаем в Бутово с моим сыном. Стоя на мерзлой земле гигантской могилы, я ужасно до слез злюсь на маленького священника, чья кровь течет во мне. Я говорю ему, послушай, я женщина, я хочу жить легко и комфортно. Почему я должна всегда быть против всех, идти наперекор, говорить нет? В конце концов, жизнь это цепь компромиссов. В этот момент я обычно огребаю по лбу деревянной палкой. Ладно, вздыхаю я, когда звезды в глазах утихают, все понятно. Но если честно, быть твоей правнучкой совсем непросто. И знаешь, что меня мучает больше всего? Я хочу знать, пошел ли тогда дождь.